В Архангельске сегодня была очередная попытка снести дом молитвы. В нем службы проводит местная община баптистов. Неофициально. Незаконно построено и само здание. Это в суде доказали соседи, владельцы гаражного кооператива. Дом молитв занимает их территорию. Репортаж Алены Губаевой. Судебный пристав пытается попасть в двухэтажный особняк на улице Валявкина в Соломболе. Хозяева называют строение домом молитв. По решению суда его часть подлежит демонтажу. А вот так дом молитв выглядит внутри. Соломами уже много лет Степановы, Алексея, Екатерина и восемь их детей начинают богослужение. Они здесь живут и неофициально проповедуют. Семья принадлежит к течению евангельских христиан-баптистов. Дом молитв они построили 17 лет назад по соседству с гаражным кооперативом «Дружба». Мы построили дом, обратились в государственные органы, которые провели анализ того, что мы построили, выдали нам все правоустанавливающие документы. То есть мы считали, что мы не нарушили. Однако оказалось, документы на право собственности были выданы с грубыми нарушениями. Часть дома молитв занимает территорию, которая находится в собственности у гаражного кооператива. В итоге особняк по иску ГСК признали самостроем. Здание не соответствует заявленному проекту и постановили демонтировать выпирающую часть. Часть здания отпилить как-то и вот эту часть убрать. Хотя все это единое здание, да, и вот там проходит армированный монолитный пояс. То есть если его разрезать, еще неизвестно, как поведет себя здание. По делу была назначена судебная экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что часть строения, как раз ту часть, которая расположена на земельном участке ИСЦОВ, то есть земельном участке гаражно-строительного кооператива, может демонтировать. А в судебном решении указан, прописан подробный порядок действий. Судебное решение о сносе части здания было вынесено три года назад. За это время Степановы его так и не исполнили. Надеялись эту землю выкупить, но собственники гаражей против. Согласно уставу ПГСК, на территории, которую сейчас занимает Степанов, должен быть расположен пожарный водоем. Теперь демонтажом незаконной постройки должен заняться подрядчик под контролем судебных приставов, полиции и МЧС. Их Степановы и паства не пускают. Рабочим удалось снять ворота, начать разбор вещей, но за ночь баптисты вещи возвращают на место. Ворота приваривают обратно и так уже три дня. Неоднократные требования судебных приставов по УПДС о прекращении противоправных действий были ими проигнорированы. В связи с чем в отношении правонарушителей была применена физическая сила, 8 человек были задержаны и в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении. Паства затягивает исполнение судебного решения и рассчитывает перенести снос на весну, но приставы настроены решительно. На демонтаж уже выделены средства федерального бюджета и их собственникам незаконного объекта придется возместить государству. Алена Губаева, Александр Чалков, Сергей Телов, Вести Поморья.